Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. В этом году рассмотрено уже более 4 тысяч таких документов от граждан из 26 стран. Большая часть украинцы. Меры стабильности выбирают не только белорусы. Чувство безопасности и уверенности в будущем иностранцы обретают именно здесь. Почему они все чаще выбирают Беларусь для жизни и называют ее вторым домом? Подробности в сюжете Елизаветы Синяк. Лилия живет в Беларуси уже 25 лет. Переехала из Приднестровья. В 97-м с собой везла только багаж знаний после вуза. Была молодым специалистом. Здесь же обрела все. Любовь, двоих детей, жилье и хорошую работу. От рядового сотрудника дошла до начальника отдела. На родине трудоустроиться было невозможно из-за сложной политической ситуации. Рассказывает о слезы спустя столько лет. Просто настолько больно. Ни на секунду не было у меня сомнений в том, что я приехала в эту страну. Потому что Беларусь стала моей второй родиной. Не имела никаких проблем с жильем, с трудоустройством, с получением, повышением квалификации. Я не испытывала никакого дискомфорта. Мне нигде не было никаких препятствий ни в работе, ни в семейной жизни, ни в жизни моих детей. Насколько стабильны, насколько выросли заработные платы, насколько обеспечена социального характера каждой нашей семьи и каждого гражданина Республики Беларусь. Татьяна переехала вместе с семьей из Донецка еще в 2014-м из-за боевых действий. Бежали из города в город, пытались ночевать на вокзалах, но и там было небезопасно. Нас предупредили, чтобы мы ушли с вокзала, потому что зайдут эти фашисты в правый сектор. И они просто, говорит, вас определяют по даже речи. Помню, дочь спросила у бабушки, говорит, бабушка, а правда, это же просто кино снимают, да, кино? Ну, мама ответила, что это страшное кино. Шли машины, на которых было обозначение Груз-200, а это, сами понимаете, убитые люди. И, конечно, то, что говорили, что это неправда, мы видели своими собственными глазами. С тех пор, как приехали в мирную Беларусь, прошло около 9 лет. Обосновались в ограгородке Вишневка. Здесь же сын и дочка ходят в школу, но уже без опасений. Белорусским образованием Татьяна довольна. К тому же сама работает воспитателем в детском саду. Знает систему изнутри. Это вся система. Заметить каждый шаг ребенка, чтобы он сделал еще больше, поднялся на ступеньку выше. У нас там такого не было. Мне очень это понравилось. Тяжелый для Беларуси момент. Она застала. Знала, чем может закончиться тот 2020-й. Наши родственники писали, что возвращайся, сейчас там в Беларуси будет то же самое, что и у нас здесь. Но я написала, что я остаюсь здесь. Тот, кто прожил уже там, такая прививка на всю жизнь. И даже своими рассказами, даже тот, кто нас окружает, мы показываем, что за свою страну надо бороться и помогать руководству, президенту. Но в Беларусь бегут не только от беды. Сиаваш родом из Ирана. Еще со школьных времен знал, что будет врачом, но учиться хотел у лучших. Много практики, квалифицированные специалисты и, если нужно, учеба на английском языке. Все это нашел в Беларуси. Система работы медицины, я считаю, что очень хорошая, правильная. И еще очень много помогают пожалеют люди. Все так очень удобно для пациентов особенно. Во время учебы много больниц у нас были заняты, курсы еще были. Я свою науку хочу еще обновить здесь. И мне очень понравилось, как люди здесь, как Беларусь, именно как я чувствую, как второй дом. Поэтому я решил, что пока что остаться. Он уже 7 лет в Беларуси. Молодой специалист, работает в столичной поликлинике и два года как счастлив в браке с белорусской. Вот так в Беларусь приезжают на время, а остаются навсегда. Здесь иностранцам помогают с жильем, дают работу и качественное образование, а еще уверенность в завтрашнем дне. Ведь не важно, какая национальность, в нашей стране все на равных условиях. Елизавета Синяк, Андрей Иваненко, агентство теленовостей.